Игра в кальмара возглавила список самых просматриваемых сериалов Netflix в 90 странах мира, включая США и Великобританию. Если вы еще не посмотрели сериал, то обязательно советую к просмотру. Концепция сюжета достаточно проста и понятна зрителю с самого начала. Странный человек находит на просторах Кореи людей с большими финансовыми задолженностями и проблемами в жизни. После чего он, с помощью небольшого обмана, приглашает их принять участие в игре на деньги. Так 456 человек собираются в одном месте и начинают играть в детские игры, организаторами которых являются анонимные люди в масках. Все выглядит безопасно, пока участники не осознают, что игры, в которые они играют имеют смертельный исход при проигрыше. Каждая серия сериала – это новая игра. Конец каждой серии оставляет тебя в недоумении, а начало следующее это недоумение развеивает. Сюжет построен качественно, структурированно, без дыр и оставляет отсылки, которые можно будет понять, только после просмотра всей картины. Сон Ки Хун, главный герой, предстоит перед нами самым настоящим неудачником, игроманом с кучей долгов. Кажется, что мы следим за индивидуальной проблемой героя, но когда он попадает в игру, то он сразу сливается с общей массой. Во время процесса игры, ты уже не понимаешь, кто главный герой и кому тебе сопереживать, потому что все участники обезличиваются, так как им выдают номера, а имена перестают иметь значение. Выделяются лишь те, кто не теряет свою человечность в жестокой погоне за деньгами. Среди таких и находится наш главный герой, который даже в самой сложной и, казалось бы, безвыходной ситуации остается человеком, когда вокруг все давно превратились в животных и поддались инстинктам. Ему хочется сопереживать. Режиссер сериала Хван Дон Хёк добросовестно поработал с декорациями и изображением. Стилистика сериала позволяет зрителю непроизвольно видеть разделение между игроками и организаторами. У одной стороны один цвет, у другой иной. Все предметно. Чертеж игры в кальмара содержит три фигуры – круг, треугольник и квадрат. Именно эти фигуры нарисованы на масках солдатов. Кровати в комнате ожидания расставлены в конкретном порядке. Всю еду, принадлежности, все приносят порционно до безумия и обязательно в упаковках, коробочках с одной стилистикой. Декорации проработаны качественно и максимально минималистично, чтобы зритель концентрировал свое внимание на происходящем. Картинка приятно радует глаз на протяжении всего сериала. По мере развития сюжета, повествование захватывает все больше и больше и никогда не бывает предсказуемым. Концовка никого не оставит равнодушным и заставит задуматься, потому что она наполнена неожиданными сюжетными поворотами. Недавно стало известно, что создатели сериала занимаются работой над новым сезоном игры в кальмара. Уже выпущен тизер-трейлер второго сезона. Сейчас приобретает большую популярность атрибутика из сериала, костюмы участников игры, а также маски с квадратами, треугольниками и кругами. Я порылся на Алиэкспресс и нашел много интересного для вас. Продавцы с Али готовы предложить по вполне приемлемым ценам костюмы с номерами игроков. Думаю самыми популярными номерами для заказа служат 456,1. Купить можно с любым номером. Также есть темно-розовые комбинезоны охранников с масками. Маски кстати можно заказать отдельно, стоят они копейки. И еще встретил визитки, которые выдавались каждому участнику, продаются по 10 штук. Хватит, чтобы раздать их своим друзьям и пригласить в игру. Ну и конечно маска организатора. С таким набором можно полностью погрузиться в игру в кальмара и замутить какой-нибудь квест с друзьями или устроить шуточные соревнования на выживание. Ссылки на товары оставлю под видео. Ну а на этом у меня все. Удачных вечеринок с друзьями. Всем пока.